Одна из главных сложностей Немчиновки, Ромашковой и Трехгорки несоответствие числа зарегистрированных здесь граждан количество реально проживающих, которое минимум раз в 10 больше. К тому же на территории расположено 4 СНТ в полторы тысячи дворов. В сравнении с прошлым годом численность постоянно проживающего населения увеличилась на 1755 человек. Отдел осуществляется личный прием граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Немчиновки, Ромашковой и Трехгорки, осматривает обращение граждан и обеспечивает их решение. За четный период было рассмотрено 280 обращений граждан. С более 600 граждан проведена консультация по вопросам ведения. Отработан студент жалоб заявлений граждан, следом на место по спорным вопросам, которые использовали строительство без исходного решения документации. Помимо муниципального земельного контроля, сотрудники отдела занимались вопросами несанкционированных свалок, ремонтом общественных колодцев, пожарной безопасностью, уборкой территорий, строительством и ремонтом дорог. Последнее для Немчиновки особенно актуально. Я обращаюсь ко всем отделам. Ни один застройщик, который там есть, Маломальский, крупный, ничего никому не согласовывает до тех пор, пока не отремонтирует мост и дороги. Потому что все дороги разбили вдрызг своими коммерческими проектами. Это не наши жители на своих легковушках разбили их. Это разбили большой, огромной строительной техникой. Потому что они ездили по нашим дорогам. Ни одного согласования. Увижу, если кто-то согласовал, перенять потом на себя. Деятельность муниципального предприятия «Водостока», который отчитывался директор МУПа Станислав Улитин, что называется «Навиду». Основные направления – содержание ливневой канализации и ямочный ремонт дорог. Сложно представить, но с этим объемом работ в поселении справляется всего 30 человек. Для оптимизации своей деятельности предприятие разрабатывает комплексную инвест-программу по работе с застройщиками. На 1.01.2015 года предприятия заключено 85 договоров с юридическими лицами по основному виду деятельности. Прием транспортировка не ускорен. Однако большее количество предприятий, находящихся на территории Горькова, селения Тенцова, от 20-го дорог на гладием поверхностного стока. Для улучшения финансового состояния предприятия были по основному виду деятельности сотрудниками МОУ, проводились регулярные работы по объявлению организаций, не имеющих договоров с нашими предприятиями. Сейчас предприятие готовится к внеплановым проверкам Александра Гусева, которые охватят наиболее проблемные точки городской ливневки. Мы такое учение проведем обязательно. Прежде всего нужно ликвидировать опасное место там, где заливает. А заливает это моментально. Вы это лучше других знаете. Когда вода идет, течет, то уровень воды поднимается буквально за считанные минуты. Это страшное дело. Когда вода, а ручеек ищет, куда течь, и размывает, опять же, в считанные секунды, размывает любую дамбу, любую дорогу. Завершал оперативное совещание доклад начальника отдела архитектуры и строительства. Михаил Тищенко отметил, что основными приоритетами градостроительной политики сегодня являются отказ от точечной застройки в пользу комплексного развития территорий. Строительство объектов жилья, сосколько быта и объектов инженерной инфраструктуры в виде жилья городского поселения Нинцова осуществляется в основном за счет подключения привлеченных инвестиций. Так, на сегодняшний день застройщиками в соответствии с заточенными инвестиционными контрактами проводятся работы по комплексной реконструкции района склада Нинцова с расселением местного криткого и морально старейшего жилого фонда. Глава поселения Александр Гусев потребовал вести застройщиками еще более плотную работу по соблюдениями сроков и качества строительства. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...